Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами традиционно в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Елена. Как прошла у вас эта неделя? Насыщена в событиях, в каких-то переживаниях, в беге на среднедлинную дистанцию. По сути, как жизнь человека, у которого происходят разные события. В сегодняшней передаче мы решили не заострять внимание на какой-то одной теме, а поговорить о разном. Вы выразили свою готовность отвечать на любые вопросы, если я правильно поняла. Ну, это, если говорить коротко, это мысль, которую я в прошлый раз озвучил, и я бы хотел ее планомерно здесь обозначать. Нам, мне кажется, стоит потихоньку отходить от тематизации проблемы, от тематизации передачи, ну, то есть предлагать, что вот сегодня мы говорим на эту тему. Это может быть интересно вам или мне, но, может быть, это неинтересно тем людям, которые готовы позвонить и готовы, ну, предложить что-то свое. И в этом смысле у нас, ну, мне бы хотелось, чтобы у нас была открытая такая студия. По определению и по опыту в самом начале это достаточно такая неопределенная ситуация. То есть мы не знаем, что из этой открытости может появиться, да, может появиться какая-то неразбериха, может появиться молчание, может появиться затянутость какая-то. Но опыт подсказывает, опыт вот существования в таких ситуациях открытых, опыт подсказывает, что именно в эту открытость и ненаполненность, да, что-то, ну, входит, какие-то, входит содержание, люди входят с какими-то вопросами, да, то есть разговор о чем-то начинается. Мне кажется, что наша, моя, по крайней мере, жизнь, если не брать ее такую распланированную сторону, в 9 там должен быть, в 10 там, она примерно так и состоит. И без этой открытой, не структурированной части жизнь была бы, наверное, ну, для меня, по крайней мере, совсем сухой, может быть, какой-то совсем зарегламентированной. Вот, поэтому так. Напомню нашим телезрителям, у нас прямой эфир. Телефон студии 202-11-22. Звоните. Алексей Михайлович готов ответить на любые ваши вопросы? Ну, скорее, наверное, я готов, может быть... Вопросы в рамках своих компетенций. Да, поговорить. Мне очень нравится вот эту сторону психологии обсуждать с вами, Еленой, и с нашими зрителями, что в психологии, по большому счету, нет ответов. То есть это может злить, это может раздражать. Люди, которые такие ответы от специалистов слышат, говорят, да, психология тогда совсем не наука, да, ну, потому что в науке должны быть ответы. В физике есть ответы, в математике есть ответы. И, в общем, ну, задача только этот ответ обнаружить. Штука в том, что в психологии отчасти наука, отчасти она немножко другая наука. Ну, например, похожая на философию, да, откройте книжку по философии, ну, какого-нибудь серьезного автора, поищите там ответы. Там скорее, ну, будут вопросы, там скорее будет какое-то рассуждение, то есть приближение к какой-то истине, может быть, нужной для самого человека. И вот эта передача мне видится как такая лаборатория, может быть, такое пространство, где можно сделать, ну, еще один шаг в приближении. Поэтому я скорее готов не ответить, а, наверное, порассуждать вместе. Это обычно бывает интересно. Ну, тем не менее, мы в формате вопрос-ответ, каким бы он ни был. Предлагаю, пока мы ждем звонков от наших телезрителей, поговорить на следующую тему, которая сейчас, на мой взгляд, актуальна. Это тема авторитетного мнения. Вот этот раздрай, который сейчас в обществе существует, он откликается, отражается на семейных взаимоотношениях. И как я слышу, вижу, и ко мне тоже приходят люди с вопросами, как вычленить из этого многообразия мнений то, к которому нужно, важно, можно прислушиваться, где найти авторитетов. Или, наоборот, люди находят себе эти авторитеты, и они следуют вот тому мнению, которое вот человек транслирует. Так немножко сумбурно спрашиваю, но, надеюсь, вы понимаете, о чем я. Ну, для затравки я бы сказал, что для меня сейчас, если заглянуть в соцсети или куда угодно, в рекламу, в любую сферу человеческой жизни, что, безусловно, касается психологии, или чего касается психологии, потому что мы же жизнь живем, и если возникают какие-то трудности психологического характера, они связаны с той жизнью, в которой мы живем. Ну, это безусловно так. Вот. То я бы сейчас назвал это время наше текущее, это время вот таких, ну, постоянных авторитетных мнений. Причем эти мнения иногда оторваны от самих создателей этих мнений, они публиковываются, закавычиваются. Ну, то есть, вот, как бы, вот это самое постулирование, утверждение чего-то, прививаться или не прививаться, кормить ребенка грудью или смесями, что делать паре в отношениях, как избежать... Сейчас одна из тем, как лечиться от ковида. Как лечиться от ковида, как избежать игровой зависимости, зависимости от порнофильмов. Буквально сегодня видел. Вот. Что происходит в других государствах, что происходит в нашем. Ну, я не буду перечислять, я думаю, что об этом все знают. Авторитетных мнений огромное количество. И, казалось бы, ну, да, и это все время какое-то такое противоборство. Кто-то на какой-то стороне, кто-то с кем-то спорит. И мне кажется, что в этих лагерях можно существовать бесконечно. Зачем нам, людям, авторитетное мнение? И вообще авторитет? Ну, сейчас я думаю, в первую очередь, что присоединяясь к чему-то авторитетному мнению, я вообще присоединяюсь к какой-то группе. Это снижает тревогу, где я один на один со своими проблемами? Может быть, даже не столько один на один со своими проблемами, я никакому лагерю, никакой группе не принадлежу. Даже если я высказываю свое сугубо личное мнение, вот сейчас тоже это такой, да, какой-то такой тренд, как сейчас говорят. То есть есть авторитетное мнение, и человек пишет, я, например, сугубо лично свое собственное мнение. Ну, там это может быть большими буквами. Но если немножко углубиться в этот вопрос, то сугубо свое личное мнение, оно возникает ведь не на пустом месте. То есть это чье-то мнение, скорее всего, присвоенное себе? С кем я внутренне согласилась? Не обязательно, но, скажем так, какие-то предпосылки, какие-то основания, какие-то базовые, неоспоримые вещи, которые в системе ценностей, например, или в системе взглядов, которые внутри человека каждого находятся, и не всегда им осознаются, они существуют до мнения. То есть они влияют на мнение. В этом смысле мне, если мы говорим о психотерапевтическом пространстве, мне всегда интересно, когда мнение какое-то высказывается. Ну, например, мнение. Мама мне сказала, что мне нельзя выходить замуж за музыкантов. Вот авторитетное мнение, которое женщина, ну, допустим, пронесла через всю жизнь. В чем авторитетность этого мнения? Как оно сформировалось? Насколько я могу задать себе вопрос, почему это мнение так жизнеспособно, только ли потому, что мама мне сказала? То есть тут возникает вопрос. Мы пришли от общих, от таких больших каких-то моментов к частным. Прямо сузив до семейных взаимоотношений или детско-родительских отношений. До людских, я бы сказал. До людских, хорошо. Людские, они всегда каким-то образом структурированы. Они всегда требуют какого-то формата. Взрослые люди же, они сталкиваются в какой-то момент времени с этим вопросом. Вот тот внутренний голос, который мной руководит, это мой голос или это по-прежнему голос моих родителей, которые вот со своей авторитетной позицией управляют мою жизнью? Как это происходит в психике? Я рад, что вы немного безумия добавили в наш разговор, где мне приходится выяснять тот голос, который я слышу внутри самого себя, чей он? Да. И один ли он? Он же авторитетный достаточно, который оценивает, например, вот ты плохо провела передачу или не знаю, еще что-то. Это может быть голос совести, это может быть голос морали. И психология, психотерапия знает специалистов, знает людей, которые в эту сферу вторглись. Я сейчас не буду дальше развивать мысль. Знают, ну, вторглись в том смысле, чтобы исследовать, а кто эту совесть и кто эту мораль сформировал. Есть ли у этого вопроса однозначный ответ? Ну, например, что это сформировали родители. Но мы же сразу можем задать вопрос, а родители откуда взяли? Они получили от своих родителей? Есть ли в этом разговоре некая абстракция? Родители от родителей? И вот там какая-то генограмма, или история рода. Родители могли взять тоже откуда угодно, и не обязательно. Я имею в виду, это могли быть воспитатели, это могли быть какие-то значимые люди для них. Плюс ведь иногда люди для себя обнаруживают, ну, если мы говорим о голосе совести, например, да, о голосе какой-то, каких-то моральных поступков, они явно для себя отмечают, что их родители поступили бы в данном случае по-другому. И тогда возникает вопрос, а, ну, кто, есть ли кто-то, кто мне это сказал, да, Бог, некоторые люди говорят, вот, там, неважно, в какой традиции, да, моральным авторитетом является Бог или его, ну, скажем, толкователи, да, посланники, вот. Это может быть какое-то количество голосов, да, какое-то количество мнений внутри одного человека сделать или не сделать. Как человеку определить и отделить, все-таки найти внутри себя вот это свое сугубо личное мнение. То есть это мое, это моя потребность, это мое желание или нежелание. Вот, вот этих внутренних голосов, божественные они, родительские, или это голоса учителей моих, начальника. Здесь, кстати, мне кажется, есть еще одна интересная проблема. Хочу ли я найти что-то, что будет лично моим или что-то, что я мог бы назвать своим. То есть почему бы иногда, и люди такую штуку делают, почему бы иногда мне не стать частью какой-то группы. То есть я понимаю, что я разделяю чьи-то взгляды, да, той общности людей, которые мне симпатичны и мнение которых для меня оказывается близким. То есть я тогда говорю, что это не столько мое, а это мое с, там, мое в группе, да, я представитель, не знаю, там, нации, да, или я представитель вероисповедания, или я представитель, не знаю, зубчининовки, в которой вот таким образом думают и таким образом говорят. вы такой позитивный ключ выбрали. Я предлагаю заглянуть в ту сторону, где люди, раздираемые внутренними конфликтами, невротики, так сказать, да, которых нас большинство, где я хочу все-таки отделить мнение родителей, влияние авторитетных фигур на меня. Вот от своей настоящей жизни, где я понимаю, вот эти установки, которые мне дали, они мне мешают дальше двигаться. В отношениях, в карьере. А чем они мешают? Ну, допустим, фразами, засевшими в голове, ты не справишься, лучше не суйся, сиди тише воды ниже травы. Может быть, действительно не соваться в какой-то момент? Алексей, ответьте на мой вопрос. Нет, но я пытаюсь ответить на вопрос. Хочется соваться, хочется что-то менять. Я ведь ответил к тому, что иногда мнение, которое, как мне кажется, было чьим-то, оно вполне может быть, ну, мама мне сказала, что осенью стоит одевать шапку или в холодную надевать, да, в холодную погоду. Так, ну, это вполне разумное мнение, да, и оно может стать моим, не обязательно мне биться с этим мнением и говорить, а у меня будет свое, отличное от моей мамы, да, я буду делать все, что угодно, но только без шапки. Это будет платок, непокрытая голова, коробка из-под, не знаю, чего-то, да, картонная, но только не шапка. Если таким образом я буду отстаивать свое мнение, ну, какая ему цена? Вот, или тот вопрос, где, мне кажется, что вы говорите о свободе, я бы еще такое слово ввел, то есть мне хотелось бы быть свободным, или я думаю, что чужие мнения, чужие предписания не дают мне ощущение свободы, то есть не дают мне ощущение действовать так, как я мог бы действовать. свобода это большая ответственность. Свобода это большая ответственность, и опять же, ну, так сложилось, что я сейчас читаю тексты, философские тексты, и мне очень симпатично, ну, в частности, Мираба Мамардашвили, я сегодня читал к своим занятиям, мне симпатично о том, что он говорит, что свобода это не та штука, которая касается свободы выбора, где я могу выбирать то, что я хочу, свобода это в определенной степени необходимость, это в определенной степени предначертанность, то есть я не могу поступить другому, кроме так, как велит мне сердце, кроме так, как я, ну, внутренне сконструирован, я бы так сказал. И в этом смысле свобода это, наверное, не свобода выбирать все, что угодно, а свобода следовать, ну, своим каким-то установкам, своим требованиям, требованиям своим, своему внутреннему голосу. Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22, присоединяйтесь к нашему разговору, мы ждем ваших звонков, вашего мнения, ваших историй. Я бы вот, что хотел, Елена, сказать, пока вот эта перебивка была, мне кажется, что это очень важно и интересно. Возможно, кто-то из слушателей, зрителей сейчас задаст вопрос, какое все это имеет отношение, разглагольствование к психологии. И к психотерапии. Какое вообще имеет отношение к тому, чтобы быть здоровым? У меня есть все основания утверждать, что человек, который приходит в психотерапию, точнее, которого приводит какая-то симптоматика, да, не будем перечислять. Иногда приводит за шкирку, иногда приводит, ну, вот так вот, прям требуя, чтобы человек пришел. Иногда сам человек признается, говорит, при других условиях я бы к вам не пришел, ну, потому что мне не интересно, это не мое, я бы хотел заниматься бизнесом, моделированием, там, еще чем-то. Ну, вот, говорят, что с теми штуками, которые у меня проявились, это к вам. Им приходится погружаться во все эти вопросы, на мой взгляд, без вопроса, вот, в частности, авторитетов, вопроса доверия, здесь еще одно слово возникает. вы являетесь авторитетом, тем не менее. То есть, они приходят, решают вопросы по отношению к одним авторитетам, но при этом они попадают сразу в отношение с вами, где вы авторитет. Это очень хороший для меня вопрос, и это очень хороший, мне кажется, вопрос для всех моих коллег, как они распоряжаются своей авторитетностью, потому что она, безусловно, есть. То есть, люди приходят и говорят, вы для меня авторитет, можно сопротивляться этому, можно говорить, что это не так, можно говорить, что я такой же смертный, как и вы, грубо говоря. По большому счету, это действительно так, потому что, когда я прихожу к специалисту, к любому другому специалисту, вот, я прихожу на телевидение, для меня эти люди авторитеты, да? У вас это не вызывает внутреннее сопротивление? Наверное. что же есть у вас часть, где вы критично смотрите на все, что вам предлагается и оцениваете? Вот да, здесь я пойду с вами рука об руку, а здесь уж нет, нам порознь. Я думаю, что именно так, и здесь вопрос авторитетности специалиста в том, как он, ну, говоря таким языком, как он этой авторитетностью распоряжается, то есть то, что он предлагает. Я думаю, что одна из задач психотерапевта, психолога сделать так, чтобы человек потихоньку или не потихоньку сам становился для себя авторитетом, чтобы вот этот свой голос, про который мы тоже начали говорить, да, ну, немножко по-сумасшедшему начали говорить свой голос, тут тоже к нам можно придраться и сказать, вы чего там, про какие голоса внутри вы говорите, да, но это какой-то голос, хотите голос разума, хотите голос совести, хотите голос ребенка, хотите голос природы, чего угодно, да, мне кажется, люди обычно это очень хорошо в себе чувствуют и печалятся, когда они этот голос перестают слышать. какие бы сумасшедшие вещи этот голос не предлагал, с ним можно спорить, с ним можно не соглашаться, но на него можно опираться, да, в связи с ним происходит какой-то диалог, человек диалогичен вообще по структуре, ему нужно с собой разговаривать, что-то выяснять, когда этого голоса нету или этих голосов становится очень сложно, я думаю, что может быть отчасти люди в психотерапию, в психологию и за этим приходят, за тем, чтобы другой голос живого человека раздался и начал с ним разговаривать. Не буду уходить далеко от вашего кабинета, задам следующий вопрос. Приходили ли к вам ваши пациенты, клиенты, говорили ли о том, что в той ситуации, которая со мной произошла, я услышал ваш голос об Алексея Михайловича, и вы, не знаю, как-то там расценили или прокомментировали ситуацию, то есть уносят ли они ваш голос с собой? Ваше мнение? Да, есть такое наблюдение, оно замечательное, и об этом пишут и говорят мои коллеги со временем. Ну, бывает так, что вот хороший психотерапевт, хороший для конкретно этого человека, я имею в виду, он становится жителем внутренней гостиницы вот этой собственной, да, у человека, и с ним всегда можно выйти и поговорить. Ну, да, люди приходят и говорят, вот была какая-то сложная ситуация, я думал позвонить и записаться, или думал позвонить и записаться на прием, знал, что я вам скажу, как оказалось, узнала, что вы мне можете ответить, и, в общем, какой-то такой разговор, психотерапевтическая процедура внутри произошла. Я думаю, что это такой один из хороших способов существования. У меня тоже эти голоса есть. То есть прийти к специалисту и сформировать некое другое мнение или другой взгляд на ситуацию, такой как сторонний наблюдатель, как будто бы. Я думаю, что этого не стоит опасаться. Тогда, когда я знаю, что это голос другого человека, мнение другого человека, я знаю, что я могу с ним солидаризироваться в каких-то моментах, в каких-то моментах я могу поспорить. Спор ведь тоже очень хорошая штука. В споре, в хорошем споре себя сохраняешь и понимаешь, что ту сторону мнения тоже кто-то прикрывает, тоже кто-то содержит. То есть мир продолжает быть полным. Я думаю, что это черное, кто-то думает, что это белое. Плохо, конечно, когда это приводит к вооруженным конфликтам, к неприятию, к ненависти и попытке друг друга попереубивать, что сейчас происходит в разных странах. У нас звонок. Да, отлично. Здравствуйте. 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 Да, представьтесь, пожалуйста. Максим меня зовут. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Максим. У меня вот вопрос к Алексею Михайловичу. Да, Максим. Чем его так недовольство вызвала коробка, что он сразу занял такую жесткую родительскую позицию? Максим, какая коробка? Коробка на голове, чтобы не было холодно осени. Вот, правильно. Вот, жду ответа на вопрос. Нет, но если, Максим, вы еще не положили трубку и прокомментируете, недовольство ничем не вызвало. Я единственное... Да, я сейчас... У вас суровая оценочная позиция. Я думаю, Максим, вам показалось. Я сам ни разу не носил коробку. Это было бы интересно. Максим, я в защиту Максима. Максим говорит о своих ощущениях. Он так услышал вашу интонацию. А, ну вот, в этом и прелесть разговора, где я могу сказать, что я этого не посылал. Мне было бы забавно посмотреть и, может быть, когда-нибудь это будет уместно для меня, для внутреннего пространства, выйти с коробкой на голове. Я думаю, что нужно будет сделать прорези для глаз и для носа, ну, чтобы можно было смотреть и дышать. Вот. Мне интересно посмотреть на людей, которые вышли бы с коробками на головах. Если метафорически говорить о том, о чем спрашивает Максим, то, ну, иногда нас рисуют с коробками на головах. Коробка является телевизор, а сейчас эта коробка является гаджет. Ну, он тоже, по сути, прямоугольной формы, да, пусть он стал более плоским. Кстати, может быть, в этой плоскости тоже есть определенная метафора. то есть объема стало меньше, все стало более плоским. Вот. Поэтому, да. Ну, вот сейчас тоже, мне кажется, интересный момент произошел. Вы говорили одно, сейчас вы в студии авторитетное мнение представляете, как специалист выступаете. Максим по ту сторону экрана услышал в вашей интонации то, что вы говорите не пытались донести. Почему я против в коробке, да? Да, он услышал. Как происходит вот этот момент в коммуникации, когда вроде люди хотят быть в диалоге, но у них происходит мимо. И это как раз вот где с одной стороны авторитет, с другой стороны вот другая сторона. Не знаю точно, как ее назвать, но слушающий, воспринимающий. И он, Максим сказал про родительскую позицию. Это же очень часто бывает в семьях, когда дети как-то по-своему интерпретируют слова своих родителей. Я думаю, что из этого варианта вот то, что мне сейчас в голову приходит, есть один из выходов, ну, не единственный. Я думаю, что, может быть, мы увидимся как-нибудь с Максимом, и он придет с коробкой на голове и посмотрит на мою реакцию. И я посмотрю. Может быть, она действительно будет осуждающая, может быть, коробка какая-то будет неудачная. То есть, я к чему это говорю? К тому, что мы, безусловно, слышим друг друга каким-то образом, исходя из вот тех самых линз, исходя из тех самых структур, которые, ну, вот, в не очень осознаваемой форме внутри нас существуют. И мы можем спорить, да, ты это имел в виду, нет, ты это не имел в виду. Мне кажется, что мы можем делать какой-то другой шаг в этом пространстве и смотреть, как реагирует партнер. Вот поэтому про коробку такое возникло. Если говорить о реакции партнера, то часто мы сталкиваемся с сопротивлением. Мы хотим поделиться знанием, пусть даже своим экспертным мнением или своими какими-то профессиональными наработками, а с другой стороны сталкиваемся с сопротивлением. Вот как с этим быть? Это я уже говорю в своей профессиональной позиции, когда мне приходится с коллегами общаться. Я думаю, что здесь быть особо Елен не с чем. Мне очень нравится в этом смысле Перлс и его работа «Эго, голод, агрессия» отсылаю к ней. Если говорить об авторитете и о том, что он производит, он производит какое-то мнение, которое либо нужно проглотить, ну вот говоря, вот это, используя эту метафору пищеварительную, да, проглотить без разжевывания и погружение этой еды в агрессивные среды. У Перлза об этом есть, да, то есть мы жуем сначала то, что для нас безусловно ценно, кусок мяса или кусок хлеба, мы сначала пережевываем, то есть измельчаем, да, потом слюной, потом там желудочным соком и так далее. Вот с авторитетным мнением, да, и в какой-то степени разжевывание и движение зубами можно было бы воспринимать как сопротивление, но это не сопротивление, это наш способ такой авторитетное мнение переварить, ненужное выбросить, а нужное оставить. Иногда оно изменяется до неузнаваемости, и тогда учителя, праздник которых недавно был, из которых я поздравляю с праздником, учителя слышат какие-то удивительные вещи, говорят, мы вас этому не учили, а оказывается, что вот те мысли, те идеи, которые были транслированы, приобрели вот свое звучание. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу, время нашей передачи подходит к концу, у меня сегодня возникла фантазия, что вы в своих рассуждениях интеллектуально подрастите и меня, и возможно телезрителей, потому что вы про философию говорите, и про книги, и мы про большие вещи какие-то говорим, и про маленькие. Мне кажется, что психология без этого невозможна, и это мое такое сейчас искреннее мнение, я сам, я надеюсь, в этом подрастаю. спасибо большое Максиму за то, что он позвонил, потому что мы знаем, это определенная смелость позвонить к нам в студию, высказать свое мнение, задать вопрос. Спасибо, Максим, звоните еще. Встретимся в следующий вторник на Самаре ГИС. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»